Здравствуйте! С вами программа ProArt и я, Антон Прохоров. Ежегодно человечество производит более 2 миллиардов тонн отходов, большинство из которых, к сожалению, пролежит тысячи лет прежде, чем биоградируют. Мусорные свалки наступают, захватывают все новые и новые земли. На фоне происходящих процессов творчество Тима Нобола и Сью Вебстер становится все более актуальным. Арт-дуэт современных британских художников с помощью светопрожектора через груду мусора и хлама создает необразимо сложные, детализированные образы. Художников вдохновили на эту работу мрачные улочки родного Блэкпула. По словам авторов, порой в свете фар, проезжающих вдоль темных закоулков авто, можно увидеть и не такие картины. Пара заняла свое место на британской арт-сцене в 90-х, удивив работами, которые объединили эстетику трэшевого панк-искусства и световых вывесок Лас-Вегаса. Но настоящей популярности художники добились благодаря ироничным световым проектам с гор мусором. Дуэт проявляет интерес к силуэтам человеческого тела и глубокому самоанализу. Эти образы становятся реальными благодаря процессу трансформации отходов. Затем наступает вторая стадия работы – направление света. Она осуществляется таким образом, чтобы проецируемые тени набирали узнаваемый облик, часто глубоко иронический. Целью двух авангардистов не является высмеивание современного искусства. Они, наоборот, пытаются показать, насколько обширным и вовсе не скучным может быть современное искусство. Тим Нобел и Суи Вебстер увлекаются перцептивной психологией, которая доказывает, что каждый человек воспринимает абстрактные изображения и определяет их значения по-разному. Поэтому художники часто анализируют восприятие построенных образов отдельными людьми. Конечно, эти двое нашли себя не на помойке. Хотя, мусорные свалки современных городских ситей хранят множество полезных объектов. Нобел и Вебстер учились почти 10 лет в художественном колледже Хелтенхэма. Именно здесь пара встретилась впервые. После – Политехнический институт. И в завершение – Королевский художественный колледж в Лондоне. В 2007 году художники получили престижную награду Эркен Прайс за большой вклад в современное искусство. В том же году их проект в музее Фрейда был номинирован на премию Саус Бен Прайс. Бельгиец Бен Хайне – человек очень разносторонний. Среди его многочисленных талантов можно назвать рисование, живопись и журналистику, мультипликацию и фотографию. Родился он в 1983 году в Абиджане, а сейчас живет и работает в Брюсселе. Однажды ему в голову пришла оригинальная идея – совместить два своих умения в одном произведении. Так, на свет появился проект «Карандаш против камеры», где в одном изображении соединены фотографии и карандашный рисунок. Бен Хайне представил свои работы в интернет-блоке совсем недавно, но они уже успели обрести широкую популярность. Технология создания изображения проста – автор делает фотоснимок, а затем на бумаге воспроизводит часть фотографии или дорисовывает что-то от себя. Ну а дальше ему остается лишь совместить два изображения и сфотографировать их заново. Проект «Карандаш против камеры» состоит из многочисленных работ. Свои первые изображения автор сопроводил комментариям, что это всего лишь эксперимент. Что ж, уже сейчас можно сделать вывод, что эксперимент удался. Среди работ Бен Хайна – городские и загородные пейзажи, а также изображения животных. Иногда автор составляет реалистичную картинку, а иногда вносит элементы фантастики, как в случае с четырехглазой кошкой или динозавром. Выставки его работ проходят в Бельгии, Великобритании, Румынии, Франции, Канаде, США и Германии. Еще одно творческое направление художника Бена Хайна – оригинальные рисунки из кругов. Оно не менее популярно, чем фотосет «Карандаш против камеры». В этом проекте Бен Хайна пытается по-новому взглянуть на мир, рисуя портреты знаменитостей весьма необычным способом – с помощью кругов разных размеров и цветов. Среди знаменитостей, нарисованных Беном, есть современные знаменитости и звезды прошлого. Это король рок-н-ролла Элвис Пресли, великий Фредди Меркери, эпатажная Леди Гага, соблазнительная Мерлин Монро, регги-икона Боб Марли, рэпер Эминем и Джонни Депп в образе безумного шляпника из кинофильма «Алиса в стране чудес». Несмотря на всю визуальную и техническую легкость, создание портретов занимает у Хайны уйму сил и времени. Делает он их вручную, без всяких компьютерных программ. На один такой портрет у Бена уходит в среднем около недели. Умейте увидеть интересное даже в самом обычном, без того, что вас окружает. С вами был Антон Прохоров, программа «Про арт». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин